Есть Бог, а это не мы. Вот почему не нужно прикидываться богами. Мы должны знать того, у кого есть силы и власть для того, чтобы освободить нас. Единственный, кого мы можем изменить, это мы сами. Вот почему мне нет смысла спорить с вами о том, как изменить вас. Но я могу посмотреть в зеркало и сказать, нам с тобой нужно поговорить. Для меня честь снова быть с вами. Мы оказались в крайне необычном сезоне. Наша страна столкнулась с невероятными проблемами. Церкви закрыли. Многие назвали нас людьми не первой необходимости. Наши школы закрыли. И все это длится намного больше времени, чем мы представляли. Бог не покинул нас. Наоборот, Бог готовит нас. Он зовет свою церковь в новый сезон. Помните, как Лазарь заболел? Он был другом Иисуса. Ему сказали, «Твой друг заболел. Приди и исцели его». Но Иисус намеренно пришел в Бифанию с опозданием. Когда он пришел, то Лазарь уже достаточно долго был в гробе. Так что его родные сказали, Господи, не трогай его. Он уже начал гнить. Но Иисус сказал, откройте гроб. И это чудо стало тем чудом, с которого история Иисуса начала распространяться по Иерусалиму. Это было неоспоримое чудо. Я верю, что точно так же Бог выведет церковь из этого сезона и даст новую жизнь, власть, страсть и цель. И все это будет неоспоримо, так что оппоненты Божьих дел будут в шоке от того, что делает Бог. Если это повлияло на ваше расписание, если ваш отпуск отменили, не отчаивайтесь. Бог проводит нас через это время, подготавливая к новому времени на Земле. Я в восторге от этого. Мы изменили наш график передач, чтобы вы смотрели служение практически в реальном времени. Сегодня мы будем на улице. Если вы увидите деревья и орлов, это наша церковь. Но мы рады, что вы можете присоединиться к нам. А самое важное то, что вы стоите с народом Божьим в это уникальное время. У Бога есть задание для нас, и мы не хотим упустить его ни в коем случае. Итак, сегодня мы будем говорить о том, как быть смелым и мужественным. Когда вы уставшие и неуверенные. Не знаю, как вы, но я устал от всего этого. С меня хватит. Но если бы моей усталости было достаточно для решения проблемы, она бы уже решилась. Но это не конец. Я не думаю, что все решится в ближайшее время. Важно понимать, что и дальше нам нужно ходить в силе и мужестве, даже когда вы немного устали. А истина не является настолько очевидной, как вам хотелось бы ее видеть. Мы живем во времена беспрецедентного обмана. Большинство сообщений подаются в виде пропаганды, а не новостей. Люди со своими планами говорят вам лишь часть истины, чтобы достичь своих целей. Они не пытаются донести истину. Вот почему так важно знать, как проходить подобные сезоны. Сегодня я буду говорить о практичных вещах. Мы основываемся на своих ответах и молитвах, личных принципах. Как нам пройти эту тень? Мы пройдем ее. Мы не останемся здесь. Я верю, что церковь пройдет это. Я имею в виду наше собрание и церковь в целом. Мы станем сильнее и получим большее откровение Господа. Мы будем лучше готовы к делам Царства, как никогда ранее. То, что дьявол хотел использовать, чтобы унизить нас, Бог использует, чтобы подготовить нас к величайшему урожаю. Он дает нам новые инструменты и открывает новые двери. Но как нам пройти эту тень? У меня есть подсказки для вас. Обычно в это время я еду с группой в Израиль. Очевидно, что в этом году мы не поехали. Но перед тем, как поехать, мы встречаемся, и я даю советы, учитывая опыт предыдущих поездок. Что взять, какую обувь, одежду, какая будет еда. Все для того, чтобы вы не были в шоке. Хочу поделиться с вами советами о том, как пройти через тень. Я не расставлял их по порядку. Но первый совет звучит так. Начните сегодня. Когда вы проходите сезон трудностей и вы немного устали, очень важно сконцентрироваться на сегодняшнем дне. Я планировщик. Люблю планировать. Люблю знать, что будет через три месяца. Я бы сказал вам в январе, что вы могли разбудить меня ночью, назвать дату. Я бы рассказал вам список задач на тот день для большей части моей команды. Я люблю планы. Но в этом сезоне я понял, что мои планы могут не протянуть и 30 минут. Я планировал закончить эту проповедь. Я надеюсь сделать это до того, как пойдет дождь. Но даже если пойдет дождь, я буду проповедовать под дождем. Вот как я строю планы в это время. Вы можете планировать что-то наперед, но это не поможет. Евангелие от Матфея говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Мы должны сказать, Боже, я доверяю Тебе сегодняшний день. Некоторым из нас для этого понадобятся серьезные перемены, потому что многие переживают и боятся. У людей много странных идей, которые кажутся угрозами. Все потому, что вы не можете заглянуть наперед так далеко, как ранее. Но мы научимся говорить, Боже, я доверяю Тебе сегодня и нахожу в этом покое. Ведь никто не обещал нам уверенности в завтрашнем дне. Когда Иисус учил нас молиться, то дал принцип, который мы повторяли тысячу раз. «Отче наш, да светится имя Твое, да будет воля на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный на этот день». Вы повторяли это много раз, но мы хотим набрать весь хлеб, который нам нужен, и закрыть его, чтобы смотреть на него каждый день. Но Бог дает нам ежедневное обеспечение и говорит, «Мир. Я хочу начать с того, что вы должны быть в мире с сегодняшним днем. Освободите себя от тирании, а что если? И вот если бы». Это ужасные господа. Опять же, я люблю планировать, я не предлагаю вам безделья. Но когда Бог вывел свой народ из Египта и сказал, «Я сделаю так, чтобы болезни египтян не сошли на вас, и восполни ваши нужды», он начал давать им хлеб один раз на день. Он мог сделать так, чтобы над ними витала огромная буханка хлеба, дающая тень пустыне, но он давал им ежедневную пищу. Они собирали то, что им нужно на день, за исключением субботы. Тогда они собирали двойную порцию. Бог знал, когда была суббота. Бог знает, как позаботиться о своем народе. Я знаю, что некоторые из вас сидят и переживают. Что будет через две недели? Да кто знает. Если кто-то скажет, что знает, то я бы не поверил ему. Примите решение оставить это. Это лишит вас того, что Бог может сделать через вашу жизнь, потому что вы задыхаетесь от тревог и переживаний. Второй совет для этого сезона – будьте чисты. В последнее время мы много говорим о чистоте. Социальное дистанцирование, ношение маски, мытье рук. Не касайтесь лица, не ходите с левой ноги. Я не хочу нивелировать эти вещи. Есть серьезный вирус, который затронул жизни миллионов людей по всему миру. Мы много знаем о том, как поддерживать свое телесное и психологическое здоровье. Хотя ранее не задумывались об этом, но еще важнее – знать, как быть чистыми духовно. Второе послание Петра говорит нам, возлюбленные. Ожидаясь сего, почтитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире. Ждите возвращения царя. Он не пишет это язычникам, нечестивцам и аморальным людям. Он пишет церкви и говорит, мы ожидаем возвращения царя. И вы должны приложить все усилия для того, чтобы быть непорочными, когда он вернется. Мы на каждом служении говорим о готовности сказать Богу, «Господи, я хочу быть другим, я хочу измениться». Я считаю, что мы оказались в такой ситуации из-за сердец народа Божьего, а не из-за сердец других жителей земли. Если нам удастся направить свое сердце в русло целей Божьих, он откроет путь к избавлению для всего мира. Я хочу, чтобы вы перестали думать, что кто-то другой должен измениться. Начните говорить Господу, «Господи, я бы хотел быть чистым перед тобой, как никогда ранее». Никаких оправданий. Я не говорю, что вы совершаете ужасный грех, нарушая фундаментальные границы. Но я говорю о том, что каждый из нас может получить пользу, отдавая большую часть своей жизни Господу. Мы должны подчиняться Ему, служить Ему. Я говорю о приоритетах, привычках, о том, к чему мы стремимся. Мы должны посмотреть на это и изменить все так, чтобы быть более угодными Ему. Я хочу быть чистым. Я хочу быть настолько непорочен, насколько только способен. Я лучше проповедую, чем вы реагируете. Вы должны знать, как быть чистыми, а также знать, как вам омываться. Потому что правда в том, что все мы пачкаемся. Иногда нас забрызгивает от того, что мы слишком близко стоим к кому-то. Иногда мы заходим на центр лужи и начинаем прыгать. Мы должны знать, как оставаться чистыми. И мы должны знать, как очиститься. Последнее время нам проводят уроки о том, как мыть руки. Кто знал, что нам нужны уроки о мытье рук? Но нас учат, мойте сзади, мойте спереди, используйте теплую воду. Не забудьте про большие пальцы. Сегодня вас ждут последствия, если вы не будете мыть руки. Точно так же вы должны знать, как быть чистыми духовно. Вы должны знать, что такое покаяние. Вы должны понимать, что это инструмент, который нужно применять даже в жизни самых зрелых последователей Христа, а не только молодых. Мы должны понимать силу крови Иисуса, которая очищает нас, но мы не должны относиться к ней несерьезно, потому что это будет иметь последствия. Мы должны знать, как держаться подальше от грязи и как очиститься от нее. Исайя говорит, тогда придите и рассудим. Так говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Есть преимущество от чистоты. Третий совет связан с тем, что вы можете и чего не можете. Вы должны жить с осознанием того, что можете делать и чего делать не можете. И вы должны размышлять и прилагать усилия, чтобы понимать разницу. Матфея 6 глава. Иисус говорит в 27 стихе. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть. Иисус говорил о тревоге и типичных проблемах нашей жизни. Он говорит, послушайте, вы не можете продлить свою жизнь и на мгновение. Так зачем переживать по этому поводу? Нам нужно развлечение, мудрость и дисциплина, чтобы сказать, есть вещи, которые я не могу сделать. И поэтому нет смысла браться за них. Альтернатива состоит в том, чтобы понять, что я могу сделать и какими могут быть мои задачи. В Исайе 37 главе рассказывается история о том, как вражеская армия вышла на Иерусалим. Это были ассирийцы. Они превосходили число евреев, и те даже не надеялись на победу на основании военной мощи, технологий или доступных ресурсов. Их поражение было обеспечено. Исайя приходит к царю Иезекии, и вот что говорит Бог Израиле. «О чем ты молился мне против царя ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем. И Бог говорит через Исайю, поскольку ты молился, я вложу ему узду в рот и отведу его домой». Последствия ясны? Если бы Иезекия не молился, Бог не вмешался бы. Вы должны понимать, что ваши молитвы настолько важны, что если вы не принесете их, двери возможностей останутся закрыты. Когда мы проходим трудные времена, мы должны каждый день помнить о том, что мы можем сделать, а чего нет. Есть Бог, и это не мы. Вот почему не нужно прикидываться богами. Мы должны знать того, у кого есть сила и власть для того, чтобы освободить нас. Единственные, кого мы можем изменить, это мы сами. Вот почему мне нет смысла спорить с вами о том, как изменить вас, но я могу посмотреть в зеркало и сказать, нам с тобой нужно поговорить. Чтобы Божье избавление стало очевидным, нам нужны перемены. И единственный, на кого я могу повлиять, это я сам. Поэтому нам со мной придется попотеть. Мы любим спорить о других людях, о том, что им нужно делать. Мы злимся и обижаемся на других. Не отдавайте свои мысли и эмоции тому, что вы не можете изменить. Это бесполезно. Это нейтрализует вас, это мешает вам взяться за то, что вы можете сделать. Это нейтрализует вашу молитвенную жизнь. Если вы злые и обиженные, вы не можете благодарить Господа. Не можете поклоняться им. Вы нейтрализованы. Не допускайте подобного. Если мы хотим лучших результатов, нам нужно еще больше отдать себя Господу. Делайте, что можете. Вы можете молиться, каяться, служить, голосовать. Вы можете быть добрыми, можете меняться. Есть множество вещей, которые мы можем делать. Мы не бессильны. Бог отвечает на молитвы своих людей. И Он может спасать как толпами, так и нескольких людей. Несколько недель назад мы попрощались с Чарли Дэнилсом. Он написал книгу «Никогда не смотрите на пустые места». Это хорошая привычка. Скажите, «Боже, если это та группа, которую ты собрал вокруг меня, то мы будем ожидать, что ты дашь сверхъестественный результат с этой группой». Четвертое. Следите за духовной перспективой. Это непросто. Следите за ней. Лишь немногие источники могут помочь вам с этим. Большинство посланий фокусируются на временных вещах. А для того, чтобы поддерживать духовную перспективу, вы должны понимать, что есть другие ценности, другой мир, другие силы, которые мы не можем проверить в лаборатории или оценить через экономическую или политическую формулу. Идем далее. Есть другое измерение существования. На прошлой неделе мы рассматривали Евангелие от Иоанна. Иоанн говорит о нашей жизни во времени и за его пределами. И когда вы идете в долине тени, когда вы должны проявлять силу и отвагу, когда вы ощущаете слабость и неуверенность, вы должны помниться о духовных вещах. Мы должны поддерживать духовную перспективу. Один из самых ценных компонентов этого всего — пребывание в общении. Вы должны быть рядом с людьми, которые разделяют ваши взгляды. Я не имею в виду, что вы соглашаетесь во всех аспектах богословия или толковании всех стихов, но вы согласны, что есть Бог и что Иисус, Его Сын, что молитвы меняют мир. Эти люди ободрят вас словом и подскажут, как оно говорит о вашей жизни и будущем. Нам нужна эта сила. Ни одна партия не решит этой проблемы. Далее, пятое. Если мы хотим ходить в силе, то должны понимать, что такое питание — топливо. Евангелие от Иоанна 4, 34. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Меня питает исполнение воли пославшего Меня. Иисус сказал нечто подобное и в Евангелии от Матфея, 4 главе. Там рассказывается о череде искушений после длительного поста. Дьявол подходит к нему и говорит, «Если ты Сын Божий, то скажи этим камням стать хлебом». Иисус отвечает ему, «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы должны понимать, что питает нас духовно. Мы должны научиться, как нам поддерживать духовную силу. Примите ответственность за свое пропитание духовно. «Не вините повара, если вы ожирели». Это обычная реакция. Если мы становимся пухлыми, то это потому, что Макдональдс добавил много жиру в еду. Причина также может быть в том, что я заказал три двойных бургера, но мне легче обвинить повара. Тот же менталитет действует и в нашей духовной жизни. Если вы голодны, то не вините того, кто дает еду. «Найдите способ, как получить больше еды». Если вы думаете, что духовное питание нужно для вашего удовольствия и развлечения, то вы не будете духовно здоровыми. Мы должны понимать, что питает нас и придает нам сил. Мы должны следить за тем, чтобы наши сердца были открыты для Господа, чтобы Бог и дальше подстраивал наше понимание, чтобы мы возрастали и познавали его по-новому. Это даст нам новую силу, новую победу. Потому что вокруг нас все меняется, и прошлые реакции уже неадекватны. И мы слушаем, готовы ли мы по-новому слушать Господа. Я верю, что готовы. Предыдущие реакции неактуальны в контексте того, с чем мы сталкиваемся сегодня. Нам нужно учиться. Когда мы проходим сезон перемен и неуверенности, то должны научиться выбирать нужные двери. Мы должны раскрыть определенные мифы. Истина в том, что простых выборов не бывает. Если вы стали последователем Христа, то это не означает, что в вашей жизни не будет стресса или проблем. Зло касается всех нас. Но если мы стали последователем Христа, мы можем дать ответ, который не могут дать неверующие. Всегда будут новые ступени. Жизнь — трудная штука. Примите это. Некоторые из вас до сих пор злятся на Бога. То, что случилось со мной, несправедливо. Жизнь вообще несправедлива. Да, мы не увидим справедливости в полноте, пока не окажемся на другой стороне. И мы должны принять это. Мы можем полностью вылететь из колеи, когда что-то случится, и мы скажем так, это несправедливо. Это неправильно. Хорошо. Я разочарован. Да. Я не уменьшаю эти вещи. Они могут разбить вам сердце. Но Бог может исцелить ваше разбитое сердце. А вот почему мы должны понять в таких ситуациях, что мы не сделали неправильный выбор, не подвели Бога, потому что наш выбор не мог облегчить ситуацию. А вторая вещь, о которой я хочу сказать, связана с поисками. Примите решение. Всегда искать Бога. Это самое важное решение, какое вы только можете принять на земле. Притча, 1 глава, 20 стих, говорит нам, «При мудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует. При входах в городские ворота говорит речь свою, Божья мудрость, Дух Божий кричит, приглашая людей выбрать его». Мы проводим множество времени в интернете, слушаем различные источники в поисках информации о том, что происходит, что будет с рынком, что случится с тем, что интересует вас. Если мы изменим наши сердца и скажем, «Боже, я буду искать тебя, буду слушать тебя, буду читать твое слово, буду размышлять над ним, начну менять то, что доминирует в моем сердце и эмоциях, я хочу знать тебя лучше». Бог избрал нас специально для этого времени. Я не считаю, что мы здесь случайны. В начале времен всемогущий Бог избрал вас и меня, чтобы встать от Его имени в это время перемен. Это время, в котором шаблоны прошлого больше не могут формировать будущее. И все это открывает невероятные возможности для Царства. Если вы ощущали отчаяние, тревогу, если перемены шокировали вас, знайте, для Бога это не стало сюрпризом. Он не оставил нас. Нечестие не победит. Я дочитал книгу до конца, и вопрос не в том, что я надеюсь на то, что меня заберут до того, как начнутся настоящие проблемы. Я верю, что Бог допустил это время, чтобы подготовить свою церковь, чтобы она стала такой эффективной, как никогда ранее. И Он назвал наши имена для этого времени. Я хочу помолиться за вас, чтобы Божья мудрость, смелость и сила были с вами. Чтобы вы не были в шоке, но были победителями. Давайте помолимся. Отче, спасибо за всех, кто с нами. Спасибо, что мы не стоим в своей силе, мудрости или интеллекте. Мы дети царя. Мы приходим во власти Иисуса и силе Его пролитой крови. Никакое оружие, сделанное против нас, не будет успешно. Ни один план, задуманный против нас, не будет успешен. Спасибо, что ты избавляешь, восстанавливаешь, исцеляешь, обеспечиваешь. И сегодня мы верим, что имя Иисуса будет вознесено на земле. Пусть твоя церковь проснется. Мы благодарим тебя за возможность поучаствовать в этом. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Я пастор Аллен и хотел бы поблагодарить вас за то, что вы являетесь частью этого служения. Наша поместная церковь выпускает медиа и телепрограммы. Мы приобрели много новых друзей и целую коллекцию прекрасных историй о том, как Бог повлиял на судьбы людей. Мы благодарим вас, что дали нам возможность участвовать в этом. Для таких проектов нужна помощь многих людей. Ваш вклад в наше служение позволит более широко открыть двери нашего служения. Мы ясно видим, как Бог открывает двери для нас как в нашей стране, так и по всему лицу Земли. Мы приглашаем вас стать нашим ежемесячным партнером. Ваше пожертвование помогает менять будущее людей, и мы сможем принести благою весть об Иисусе нашей стране и всему миру. Спасибо за вашу помощь. Присоединяйтесь к нам, чтобы принести добрую весть Иисуса как можно большему количеству людей. Мы приглашаем вас стать партнером служения предназначения. В подарок мы вышлим вам книгу пастора Алана Свобода «От беспокойства». В этой книге вы узнаете, как можно избавиться от тревоги и страха, чтобы наслаждаться свободой в Иисусе Христе. Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране. Вы можете выбрать опцию «Стать ежемесячным партнером служения». Благодарим за вашу поддержку. Церковь, мы продолжаем двигаться вперед, мы проводим служения. Наша Церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с марта. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь, приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова